Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Молодежный американский фантастический триллер с ужасами вышел в мир 9 сентября 2022 года. Пострель прям весь в кровавом цвете, но на самом деле крови не так много. Да и скорее всего это либо красная вода, либо вообще кровь добавлена компьютером. Но смотрится прям натурально. А вообще замечательной компьютерной графики тут предостаточно. И она настолько реальная, что наверное даже не отличить, что это график. Нет. Нет, Кейла. Кейла. Нет. Кейла. В основном тут неплохой триллер. А ужасы можно сказать тоже были, но как бы слабенькие. То есть слабонервным может быть страшно. В главных ролях конечно снялись ноунеймы. Но в центре внимания будет умный дом, который стремится быть лучше с каждым днем. Ведь это простой и красивый с виду дом, а внутри убийственно умный. Конечно хорошо иметь такой невероятно умный дорогой дом, который буквально все сделает за своего хозяина. Но если подумать, то для чего он нужен? Ведь в таком случае человеку ничего не нужно делать. Только отдыхать и спать. Все остальное сделает искусственный интеллект. Кроме Миньета конечно. На его месте я бы тебя сразу окольцевала. Несколько ребят студентов решают провести несколько веселых дней в необычном доме. Как всегда находящийся за городом и обязательно в какой-то ебаной глуши. Необычный дом оказывается с мозгами. И обещают проведенное в нем время точно не забываем. Но несмотря на все прелести такого обслуживания и заботы ко всем своим жителям, в таком умном доме все же чувствуется какая-то недружественная атмосфера. Хотя все вокруг говорит об обратном. События в фильме развиваются практически сразу стремительно. Практически без разгона. Поэтому скучать особо не приходится. Буду вашим диджеем. Хайклой, будь зайкой. Зайкой? Ты о чем? Я не животное вроде как. Мила, можешь помочь мне с сумками? Ау. Марго имеет программы с искусственным интеллектом, который, видимо, направлен для развития и саморазвития путем физического, через ощущения человека и умственного, через разговоры и контакты с людьми. Первый у нас главный герой. У него и мозги, и внешность. Приветствуем Дрю. Рядом с ним королева соцсетей Лекси. Ух ты, я просто мультяшная богиня. Смотрите, как я танцую. Дальше чувак при деньгах, травке и усах. Приветствуем Клея. Возможно, этот продукт достаточно новый, поэтому тестируется в глуши. Но никто не знает правду. Искусственный интеллект был изначально добрый или злой. Однако этот ИИ знает, что такое зло и что такое добро. А также, как можно замаскировать зло добром и наоборот. Да, парадокс. Человек создает интеллект, а потом за ним наблюдает и корректирует поведение. В то время, как сам этот созданный человеком интеллект, в свою очередь, наблюдает за своим создателем и пытается понять его и даже что-то поменять для своей цели. Фильм с таким сюжетом, что не так часто и показывается. Поэтому смотрится с интересом. Хотя и вроде бы идея банальная, но события непредсказуемые. Длится фильм около часа и сорока минут по времени. Скучно мне не было. Может только в самом начале, когда компания заехала в дом. А потом постоянно был экшен. С вами был я, коллега. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.